Продолжим с нашим гостем на прямой связи со студией Фикрет Садыхов, профессор Западно-Каспийского университета. Фикрет Марим, здравствуйте, добрый вечер. Здравствуйте, Олег. Фикрет Марим, итак, пункты и принципы, которые предложил Азербайджан Армении для подписания мирного договора, ясны. Комиссия по делимитации была создана. Как вы считаете, есть ли интерес для Армении в затягивании подписания мирного договора, или армянская сторона считает, что потянув время, у нее будут какие-то более выгодные для себя варианты? К тому, что армянская сторона маневрирует, тянет, затягивает и пытается объединить Азербайджан, мы уже привыкли. И, кстати, помимо того, что Армения агрессор и поощряла сепаратизм в нашей стране, она еще оказалась крайне неконструктивным переговорщиком. Азербайджан, как страна, которая освободила свои территории, проявляет благородство, предлагает делимитировать границы, подписать мирное соглашение. Азербайджан говорит о коридоре, об открытии коммуникаций, договоренность о которых была достигнута на трехсторонней встрече от 10 ноября, трехстороннее заявление. Мы не видим адекватного ответа на свои предложения. Вновь звучат какие-то открытые призывы. Азербайджана фобия, она процветает в армянских СМИ и среди политологического сообщества. Нас обвиняют в агрессии. Нам приписывают какие-то несуществующие преступления против Армении. Конечно, в такой ситуации ввести переговоры очень сложно. Я думаю, что наш министр иностранных дел достаточно убедительно, ясно, четко, основываясь на конкретных фактах, смог довести позицию Азербайджана до армянской стороны. Потому что мы, в принципе, за мирный Южный Кавказ, за стабильность в этом регионе. И мы неоднократно об этом говорили, подчеркивали. И не просто говорили, а выдвигали и выдвигаем конкретные предложения. Ну, мы пока не знаем конкретно о результатах окончательных этой встречи. Но я думаю, что в отличие, во всяком случае, от армянской стороны, Азербайджан демонстрирует четкую, принципиальную, последовательную позицию, не шарахаясь из стороны в сторону. И пытается довести это каждый раз до армянской стороны. Очень хотелось бы верить в то, что мы будем услышаны. Фикарит Малим, ну вот вы сказали о позиции азербайджанской стороны. Ведь то, что предлагает официальный Баку, это очень ясно, очень понятно. И там нет никаких, так сказать, двусмысленных подтекстов. Вот позиция армянской стороны. Вспоминая недавнее интервью премьера Пашиняна общественному телевидению, он то говорит про то, что две страны признали территориальную целостность, потом говорит о квадратных тысячах, квадратных километрах и так далее. Вот на переговоры, на их наход переговоров негативно влияет вот эта вот неконкретная позиция армянской стороны по тому, что предлагает Баку? Крайне негативно. Крайне негативно влияет. Конечно же, они маневрируют, исходя из определенных соображений. Я понимаю, что оказывается внешнее давление на Армению. Существует внутриполитическая ситуация, оппозиция, реваншистские силы. Они его обвиняют в предательстве. Они ему советуют вообще не садиться за стол переговоров с Азербайджаном. И вот в этой ситуации он постоянно меняет свою позицию. Говорит одно, потом делает другое, делает самые различные заявления о готовности сначала подписать мирное соглашение с Азербайджаном. А потом он дезавуирует самого же себя, говоря о том, что на столе никаких документов нет, и он ничего не будет подписывать. Потом он заявляет о том, что пока не будет решен статус Карабах, он ничего подписывать не будет. А вот последнее его заявление, оно звучит так, что мы подпишем это соглашение с Азербайджаном, а Карабах – это будет отдельная тема, с которой должен договариваться Азербайджан. Как будто бы Карабах – это не территория Азербайджана. Нам делать одолжение не надо. И я не знаю, насколько надо быть в отрыве от реальности, чтобы не понимать этого, и делать громогласно подобные заявления. Поэтому, конечно же, нам очень сложно вести переговоры с таким партнером, если его можно назвать таковым. И мы, собственно, должны, конечно же, мы должны его просто принуждать к этому миру, мы должны принуждать армянскую сторону заключить мирный договор, мирное соглашение, которое будет отвечать не только нашим, но и интересам армянской стороны. Вот в это, армянской стороне, надо в это вникнуть, понять и сделать соответствующие выводы. Виктор Мариев, официальный Баку предложил провести заседание двусторонней комиссии по делимитации не в ноябре, как это предполагалось ранее, а в октябре текущего года. Если говорить о процессе делимитации границ, с последующей демаркацией, но демаркацию пока эту тему мы не обсуждаем, делимитация, мы знаем, что процесс делимитации у Азербайджана, например, с соседними странами, с Грузией, он не на все 100% завершен. И вообще это процесс очень, ну, такой достаточно серьезный, долгий и непростой. Какие трудности с армянской стороной нас могут ждать в процессе делимитации границ, если мы видим, что вот по остальным пунктам тоже нет какого-то понимания и переговорщик непростой, ну, сложный? Ну, вот видите, сколько проблем и сложностей возникло в период, уже постконфликтный период у нас с Арменией. Казалось бы, предложения на столе, предложения наши достаточно конструктивные, они учитывают, кстати, интересы Армении тоже. Если вникнуть и внимательно прочесть эти предложения, эти инициативы, эти пять пунктов, то там, в принципе, по завершении, по реализации этих пунктов, и Армения будет нормально существовать в этом регионе, и Азербайджану, конечно же, будет важно реализовать вот эти свои программные цели, связанные с открытием коммуникации и так далее. Но, по сути, говорить сегодня, конечно, вот о ближайшем времени, когда свершится демаркация, очень сложно, очень сложно. Если общие вопросы, вопросы общего характера, они решаются так долго, и не просто решаются, а просто воспринимаются в штыки, то представьте себе, какие могут возникать проблемы и коллизии в период начала демаркации границы. Ведь это очень сложный процесс, и Армения должна понимать, что если она хочет жить в мире и в согласии, и сотрудничать с Азербайджаном, с Турцией, которая тоже, кстати, ведет с ней переговоры очень сложные, очень тяжелые, то она должна идти на какие-то уступки, на какие-то компромиссы. Но в конечном итоге, понимая о том, что правительство Пашиняна находится под давлением внешних и внутриполитических сил, тем не менее, если он беспокоится о своем народе, о своей стране, о чем он очень часто и громогласно заявляет, он, значит, должен пойти на какие-то компромиссы. И это, кстати, не те компромиссы, которые унизят его как политика, и не те инициативы, которые могут ударить по его интересам и по его рейтингу, а те самые инициативы, которые смогут возродить и Армению, она станет сотрудничать, экономическое развитие у них будет, так сказать, с Турцией будут, в Турции будет экономическое сотрудничество развиваться с Азербайджаном. Вот, видимо, здесь совокупность вот таких политических амбиций, давление на них внешнего и внутреннего фактора, и вот эта такая вот неконструктивная позиция, которая просто давлеет над здравым смыслом. И я думаю, что в конечном итоге, чтобы они пришли к здравому выводу, к нормальному результату, надо, конечно, на них оказывать давление. В противном случае просто другого понимания здесь нет, и другого результата здесь быть не может. — Фикрет Морин, большое вам спасибо за ваш комментарий. Я вас благодарю. До свидания. — Спасибо. — Я напомню, на прямой связи с нашей студией был политолог, профессор Западно-Каспийского университета Фикрет Садыхов. Продолжение следует...